Будущее за ними. Юные изобретатели Сургута создают новые устройства и реальности. Юношеский взгляд и уникальное мышление позволяют подрастающему поколению видеть и предлагать решения проблем современного общества, а иногда такие, какие не под силу взрослым. Нередко детские задумки становятся основой прогресса. Ежегодно в мире юные умники делают самые разные открытия. К примеру, школьники Сургута разработали уникальное устройство для коммуникации между врачом и пациентом. Прибор уже протестировали. Клиенты стоматологической клиники остались довольны. Создают не только полезное, но и образовательное пространство. Так, группа студентов Сургутского колледжа управления экономикой и права разрабатывает ролевую игру о югре. Насколько полезны предложенные идеи и как их реализуют подростки, смотрите далее в материале Анастасии Петровой. Сургутские школьники придумали устройство для коммуникации между врачом и пациентом. Испытания уже провели на клиентах одной из стоматологических клиник города и получили положительный отклик как от докторов, так и от посетителей. По отзывам пользователей теперь не придется прерывать осмотр или процесс лечения. Достаточно просто нажать на кнопку. Устройство оснащено всего пятью клавишами, которые помогают ответить на краткие вопросы «да» или «нет», а также описать степень болевых ощущений «больно», «очень больно» или «терпимо». Это устройство, на наш взгляд, устроено достаточно просто. Оно предназначено для пациентов с стоматологией, в частности. Главная задумка его в том, чтобы пациент приходил на прием к врачу. И во время лечения, когда этот пациент просто физически не может ничего сказать, он может отвечать на вопросы достаточно кратко и понятно для врача. Отмечу, что ребята разработали модель самостоятельно, от проводов до корпуса. К слову, создавали оболочку на 3D-принтере. На достигнутом юные исследователи не собираются останавливаться. Они уже подали заявку на грант губернатора Югры. Первым шагом в развитии проекта будет расширение производства, внедрение приборов в стоматологические клиники. А дальше только модернизация. Например, сейчас ребята задумываются над тем, как адаптировать аппарат для людей с ОВЗ. Оно напоминает компьютерную мышку. Данную форму мы взяли неспроста, потому что она очень удобно лежит в руке. То есть берется и прямо эргономично лежит в руке. Корпус мы сделали и разработали полностью сами, напечатали его на 3D-принтере. А про электронику сказать здесь можно только то, что она также разработана полностью нами. Все платы были также созданы нами вручную. Ничего готового не использовалось. Кроме материальных разработок, есть еще и виртуальные. Студенты Сургутского института экономики, управления и права сегодня разрабатывают компьютерную ролевую игру о Ханты-Мансийском автономном округе. Называется она не аддон. РПГ, как ее называют молодежь. Суть заключается в том, что игрок управляет одним или несколькими персонажами, каждый из которых описан набором численных характеристик, списком способностей и умений. Примерами таких опций могут быть очки здоровья, показатели силы, ловкости, интеллекта, защиты, уклонения, уровни развития того или иного навыка и тому подобное. РПГ-игра — это, получается, игры. Есть такой жанр. В нем люди, игроки, кто играет в нее, могут каким-либо образом улучшать персонажа, к примеру, менять его характеристики, скорость передвижения и прочее. То есть вносить какие-то свои корректировки, которые заданы разработчикам. Разумеется, перенести весь округ в цифровую реальность у ребят не получится. А вот рассказать о достопримечательностях легко. Юные разработчики поделились, чтобы в точности передать текстуру монументов и строений, им приходилось самим изучать все до миллиметра. А в самой цифровой реальности каждый игрок сможет подойти к объекту и изучить его историю. Своего рода виртуальная экскурсия по Югре. Ты можешь полностью кастомизировать своего персонажа, как-то улучшать его по проложению прохождения сюжета. Линейная игра будет. Значит, общий стиль игры будет сделан в виде футуризма. То есть это больше будет под будущее закос. Вообще в игре будут представлены скорее не настоящие, не существующие города, может какие-то местности, но некоторые постройки будут все-таки реальными. То есть мы действительно ездили, фоткали, смотрели, как оно все выглядит изнутри, внутри, снаружи. Сейчас ребята создают персонажей. Как сами признались, для них была бы огромная честь сделать так, чтобы в игре появились представители власти округа. Только сделать это без разрешения они, к сожалению, не могут. По поводу персонажей, мы хотим нашу натуролубню Комарова там изобразить, но без согласия самого человека мы не имеем права это сделать. Если будет возможность, мы пытаемся связаться. Если нам дадут зеленый свет, то мы будем только рады, как бы будет изображен наш любимый губернатор. Процесс создания РПГ-игры очень трудоемкий. Иногда времени на учебу остается совсем немного. Но, как рассказали студенты, преподаватели идут навстречу и только поддерживают инициативную молодежь. У нас с институтом, можно сказать, разговор на ты. Мы полностью сотрудничаем, что и прям благодарим институт, потому что нам и директор помогает. Недавно мы подали на гранд-губернатора, и только сегодня мы его закрыли. То есть полностью набрали нужное количество человек. Буквально час назад. Вот, закрыли гранд-губернатора, и вот теперь будем ждать следующие дни, как что будет продвигаться. К слову, ребята также подали свою разработку на гранд-губернатора и надеются, что их труды оценят миллионы пользователей. До конца следующего года планируют выпустить прототип игры с базовыми функциями и полностью готовыми локациями. Дату полноценного релиза пока не называют. Анастасия Петрова, Даниил Панков. Специально для программы «Новости. Главное».